Привет, просветители! У каждого из нас свои маленькие слабости. Один бредовую рекламу о вреде VPN выпускает, второй превращает целую страну в огромный военкомат. Актуальные шутеечки подъехали. Я вот, например, просто обожаю читать комментарии под своими роликами о гендерных стереотипах, правах мужчин, женщин. Там всегда весело. Стоит выпустить подобное видео, и уже буквально через пару часов все комментарии заполнены обиженками. Это как боты, только в отличие от последних, они постоянно ноют о куколдах и оленях. И работают они за идею. Но уровень интеллекта приблизительно одинаковый. Стоит выйти на улицу с буханкой хлеба, голуби тут как тут. Здесь ситуация такая же. Десант борцунов за мужские права каким-то магическим образом всегда оказывается в нужном месте. Естественно, мой прошлый ролик не стал исключением, и сегодня мы с вами почитаем самую мякотку. Восхитимся жемчужинами мысли. Прикоснемся к прекрасным образцам. Ладно, поехали. Ну да, ну да, Астахов самый умный. Чувак, моя фамилия прям под видео. Павел, вот честно, занимался бы ты проблемами школы, а семейные проблемы и разведенки с прицепом, это не твое. Русский язык и литература так же далеки от семейного психоанализа, как и семья от школы. А можно поинтересоваться, кто здесь психоанализом занимается? Для того, чтобы понять, что 2 плюс 2 равно 4, не нужно быть профессиональным математиком. Чтобы понять, что Андрюша из последнего ролика несет откровенную бредятину, вообще никакого образования не надо. Нужно просто мозг иметь. А еще мне очень интересно, вот все вот эти гениальные блогеры-мдэшники, они поголовно-психологи? Какая у нас сегодня интересная тема лекции. Во всем виноваты бабы. Угу, так и запишем. Ну и в чем же автор данной статьи, не прав? Снимаешь ролик на 15 минут, где буквально на пальцах объясняешь, что со статьей. Во всем виноваты бабы. Не так, а потом получаешь подобный комментарий. Не, ну по фактам ты не разобрал. Автор слишком рьяно принимает сторону женщин. Как раз именно у мужчин в России практически нет прав. При разводе в подавляющем большинстве случаев детей оставляют с матерями, даже если те последние алкашки. Женщины настраивают детей против отцов. Наберите в ютубе у отца изымают дочь или сына и увидите сколько таких случаев. Окей, замечательно. Только вот пожалуйста объясните мне, а как все это относится к статье, в которой утверждается, что в мужских изменах, побоях и алкоголизме всегда виноваты женщины? Вам просто высказаться надо было? Может быть у меня видео называлось «У мужчин нет проблем» и вы решили вот так отреагировать? Но нет. Я анализировал конкретную статью, в которой автор утверждает, что во всем виноваты женщины. Я нигде и никогда не утверждал, что у мужчин нет проблем. Они есть, их много. Более того, на моем канале есть видео, посвященное этим темам. Ох ты, оленяка, тебе твоя берегиня текст писала? Тебя не интересует ведь то, кто у нее был до тебя и что с ней делали? Ну это же прошлое. Хватит нести оленячий бред и книги читай. Уважаемый Виктор, а давай на секунду представим, вот буквально на секунду, что ты можешь общаться как нормальный человек. Это очень большое допущение, но мы в тебя верим. Ты же 100% вступил в брак девственником, правда? Иначе как-то не очень справедливо получается. И не надо мне здесь рассказывать. По природе мужчина-охотник, мамонты. Это ты таким же гением расскажешь. Мы здесь о другом рассуждаем. Не о традициях, не о морали, не о телегонии, прости господи. Исключительно о здоровье. Если будущий муж не берег свой корнишончик как зеницу ока, то он в первую же брачную ночь может наградить свою самую чистую в мире невесту целым букетом веселых заболеваний, от некоторых из которых не избавиться. И вот об этом почему-то мало кто вспоминает. А вот я обязательно вспомню. Мораль, по природе. За ППП. Если ты сам не готов хранить себя ради той единственной, закрой ротик. Лицемер. И анализы сдай. Это полезно. Я посмотрел этот ролик. Проплаченный феминистками, которых угнетают мужчины. Я против домашнего насилия, но я не люблю женщин. Ой, господи. Когда-нибудь, когда-нибудь. Я все же пройдусь по всем этим странам, организациям, общественным движениям и спрошу. Где чё? Побери мои деньги. Если послушать комментаторов, у меня уже такой громадный список спонсоров, а воз и ныне там. На бусте бы что ли подписались все эти феминистки, либералы, байдены, враги России. Не, ну а что? Подпишутся, и их имена тоже окажутся здесь, среди моих самых любимых топовых бустеров. В одном из недавних видео я уже затрагивал тему гендерных стереотипов в образовании в России. Ну, помните? Мужчины, мамонты, женщины-гребницы и так далее. Это все замечательно. Но давайте серьезно. Ни один адекватный человек не будет придерживаться условного домостроя в 2023 году. Тем более, когда во всем мире развиваются технологии отрасли, в которых понятия гендерных рамок практически не существует. Приведу пример. Представьте себе типичного программиста. Кто сразу же появляется в воображении? Парнишка лет 20, один за своим компьютером, не видел улицу уже неделю. А теперь обратимся к фактам. По статистике, каждый год в России и в мире становится все больше женщин-айтишниц. Это благоприятно влияет и на корпоративную культуру, и на раскрытие потенциала компаний и сотрудников, и, конечно же, повышает уровень благосостояния. В общем, советую работать там, где ценят своих сотрудников. Для всех, кто мечтает о карьере разработчика, скоро стартует курс профессия Python-разработчик от онлайн-университета ProductStar. Само собой, вы сможете освоить все навыки с нуля или прокачаться до уровня middle. Для этого на курсе есть специализации – веб-разработка Data Science. Ребята из ProductStar постарались, чтобы ваше обучение было максимально комфортным. Личный ментор построит вам индивидуальный план обучения и будет всегда на связи, чтобы решить любую вашу проблему. Но самое классное, ProductStar гарантирует трудоустройство. Пока вы изучаете курс, с вами работает карьерный центр. Он проанализирует ваш опыт, составит продающее резюме и поможет попасть на первую стажировку. Затем вы совместно будете проходить собеседование и вам помогут даже на испытательном сроке. Поддержка заканчивается только после окончательного трудоустройства. Если у вас не получится найти работу, вам вернут деньги. Если вы все еще сомневаетесь, то у вас есть целый месяц, чтобы попробовать профессию. Не понравится – вам вернут деньги. Поэтому оставляйте заявку по ссылке в описании или сканируйте QR-код. По промокоду ПАВЕЛ получите скидку 50% и два курса в подарок. Поторопитесь, пока места еще остались. А вот теперь попробуйте сказать в странах, где главная религия – ислам. Ну попробуйте. Или боитесь, что скрутят, как на митинге в Азербайджане. Не надо других обвинять со стороны. Пусть наше общество, где всегда и везде был ублюдский менталитет, нажится на всем любым способом. А потом, когда сами справитесь, тогда уже думайте, в чем проблемы. А то сидят жидкие либерахи, у которых нет логического мышления, а только повестка и губят все. Ээээ, мужчина спился, потому что женщина не уделяла ему внимания. Виновата женщина. Женщина не получает внимания от мужчины. Сама виновата, не заслужила. Пишет нам Андрей. А с логикой проблема у меня, жидкого либерала. Дружок-пирожок, когда тебя, наплевав на все твои права, отправят на фронт, ты, пожалуйста, не возмущайся. Ведь есть же страны, где все гораздо хуже. Ты же не жидкий либераха. Просто шуруй молча. Женщина действительно может спровоцировать на насилие. Если дочь двойкой спровоцирует, или глупый сосед, можно просто сдержаться. Ты же не психопат, который за секунду закипает. Но женщина может провоцировать до тех пор, пока у тебя не останется сил себя сдерживать. Она знает, что после этого ты будешь чувствовать себя виноватым. Поэтому провоцирует на протяжении нескольких часов. А потом все, кто ударил, тот и виноват. Как у вас все просто. Окей, провокаторы существуют. Это правда. Есть люди, которые нас безумно бесят. Эээ, явно не комментаторы из этого ролика. Правда, правда. Некоторые над нами просто измываются. Но вы часто слышали истории о том, что мужчина избил начальника, который годами ему на мозги капал. Постоянно такие ситуации происходят, правда же? Нет? А в чем же различие? А почему Светку из бухгалтерии никто не мутузит? Она уже весь отдел достала. Не, ну терапевтического леща по заветам мужского пути прописать все-таки, наверное, можно. Ну разочек, чисто припугнуть. Потому что мы знаем, так нельзя поступать. Потому что у начальника есть власть. А за плеуху Светки тебе, скорее всего, тоже в ответ прилетит. Представляете, оказывается, люди в большинстве своем отлично умеют себя контролировать, если они не чувствуют безнаказанности и своей власти. Когда начальник вытирает от тебя ноги, это мы терпим. Какие такие провокации? Ничего не вижу. А вот когда ребенок или жена провоцируют, тут уже не сдержаться. Полностью согласен. Все именно так и работает. А что если нельзя уйти? Наушники не помогают, а дети на протяжении нескольких часов вынуждены за этим наблюдать. Если она в депрессии, и уговаривает тебя совершить Роскомнадзор. Жизнь очень сложна и разнообразна. А вы не просто пытаетесь все упростить, но и навязать другим свое упрощенное представление о мире. Это продолжение предыдущего комментария. Ситуация описана страшно. Но вы сами пишете, что у вашей супруги депрессия. И вот после этого вы реально верите, что побои помогут болеющему человеку? Вот прям серьезно? При этом делаем надуманный вывод и стрелочка не поворачивается. Обратную ситуацию не рассматриваем. И Андрюша плохой, а я хороший. Тьфу. Мужчина, я целый ролик посвятил обратной ситуации. Все видео, одна большая зеркалка. Возможно я чересчур сильно отзеркалил. Интересно, что в том, что жена выносит мозг мужу, виновата жена. Это она просто плохая, а не мужчина ее довел. Ну да, ну да, есть один святой пол, а есть мерзкие х***осцы. Обратите внимание, какая претензия. По фактам ушатал. Но когда Андрей утверждает, что в побоях всегда виновата жена, никаких противоречий комментатор не видит. Почему? Потому что есть только один святой пол, но который просто физически не способен сделать ничего плохого. Просто спровоцировали. Но Андрюша же все объяснил. Понятно, каблучок. Или мне объяснить, почему именно бабы подают на развод. Пускай тачкарик идет феминистке. Он знает, что такое психологическое насилие. Или доказать, что у женщин сейчас в два раза больше прав. Короче, автор подвязал бабам. И правда думает, что во всем виноваты мужчины. Вау, я ношу очки. Вот это ты меня урыл. Как я от этого оскорбления оправлюсь. Весь ролик говоришь о том, что ситуации могут быть разными. И обвинять только один пол, это просто расписаться в собственной глупости. Комментатор на ютубе. Ты считаешь, что во всем виноваты мужчины. Я открою маленькую тайну. Я сам мужчина. И я очень себя люблю. Но при этом я не склонен ни к насилию, ни к оправданию оного. Ну и чтобы чувствовать себя классным и интересным, мне не нужно, в отличие от Андрея, доказывать, что все женщины поголовно дуры. И во всем хуже меня. И всегда виноваты. Мне не надо унижать кого-то, чтобы повысить свою самооценку. Я не Андрюша. От того, что я считаю женщину таким же человеком и личностью, у меня член не отвалится. Честно-честно. Я не считаю, что один пол лучше другого. Я с людьми общаюсь, а не с половыми органами. Как раз таки бить очень даже можно. Боролись за равноправие? Получайте по морде наравне с другом Васей. Правда здорово, когда равноправие заключается в том, что всех можно бить. Мысль, что ни на кого нельзя нападать, она вот просто вне нашего понимания. Не, ну вы же хотели равноправие, давай я тебе врежу. А с чего ты решил, боксер недоделанный, что ты и условного Васю имеешь право бить? Во всем виноваты только дырки. Отписка. Максим. Ну, Максим, вернись, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, как я без тебя здесь? Совсем один. А, я же даже знать не знаю, кто такой Максим. Кошмар. 99% комментариев против мужчин. А еще говорят, женщины жертвы. Судя по комментам, видно, что больше угнетение в сторону мужчин. А уж сколько оленей. В комментариях к разбору статьи о тотальной женской вине, люди пишут, что и мужчины тоже бывают не сахар. Вот это удивление. Народ, ну вы чё? Вам что, сложно было с Андреем согласиться? Кстати, есть видео на Ютубе, где бабы прямо говорят, что им от мужчин нужны деньги. А если баба сама может работать и зарабатывать, то мужчина не нужен. Так что у меня есть, что противопоставить. Вот это ты, конечно, не урыл, а закопал. Понимаете? На Ютубе есть видосик, в котором какие-то женщины говорят, они же явно полномочны от лица всех дам вещать. Дорогой мой Илюша, ты только не расстраивайся, но на Ютубчике есть ролики, к примеру, плоскоземельщиков. Вау! С ума сойти! Личное мнение какого-то человека не является доказательством, что все представители того же пола думают точно так же. О, сколько нам открытий чудных! Паша, терпила! Нет, если мне будут мозг выносить, я отношения прекращу. Вау, вот это новость! Неужели мужчины такое могут? Как-то не по-мужски. Надо же терпеть до победного. Нет бы просто спиться. Павел Остапов очень мало что знает про баб. А вот про женщин... Женщины выходят замуж за оленей, а трахаются параллельно с любовниками-альфачами. Олени, альфачи, все как мы любим. Ты-то сам кто? Амешка? Пил-бил изменял. Это просто мем уже. Большая часть браков разваливается и подают на развод женщины. Какая же у нас страна? 80% мужчин по разводам алкоголики, кухонные бойцы и гулены. Вот у меня есть пример, в котором я уверен на 100%. Вау, я знаю одну историю, где жена изменяла мужу. Это значит, что во всех разводах виноваты женщины. Мне интересно, это ж сколько раз нужно прочитать книжку Новоселова, чтобы отдельный пример становился доказательством целого явления. Еще раз, уважаемые МДшники, пересмотрите, пожалуйста, видео. Желательно с ВПН. Нигде в ролике не было сказано, что в разводах всегда виноваты мужчины. Нигде. Это Андрей пытался доказать, что жена всегда крайняя. А если вы все-таки признаете, что не существует хорошего и плохого пола, что произойдет? Вас эректильная дисфункция настигнет? Ну, раз не всегда женщины виноваты, значит, он против мужчин. Автор самоунизил себя данным роликом, выставил себя животным и бабьим рабом, желая ему продолжать в том же духе. Это все воспитание мамки, которая сказала, что виноваты то оба, либо мужик козел. Мужчина ничего не должен заслуживать, а женщинам нужно списать какой-то долг, как долг родине. Автор, скорее всего, с женщиной не общается, а прячется и заикается. Поэтому развод и раздел имущества обошел его стороной. Парни, берите пример. Внимание, приготовьтесь. Сейчас ваш мир перевернется. Поэтому как следует держитесь за свое кресло. Если женщина ударила мужчину, это не самооборона. Виновата женщина. Если муж изменил жене, виноват муж. Если женщина алкоголичка, это не вина мужчины. Представляете, оказывается, нет универсального ответа. А как же, а как же все эти ролики, где про злых баб и тупых мужиков рассказывают? В смысле нет плохого пола по определению? Не, ну это как-то неправильно получается. Я пью, изменяю, и во всем этом я же и виноват. Можно какую-нибудь другую концепцию? Паша, как всегда, за женский пол. Не осуждаю. Видать, вырос бабьей яме. Я вас опять сейчас удивлю. Ну, сегодня, знаете, просто такой день удивительный. Но, если статья будет называться «Во всем и всегда виноваты кореглазые», я буду за кореглазых. Хотя у меня другого цвета глаза. Да простой линяка Бабараб, настоящий мужик этот ваш Паша. Основное заблуждение Паши в том, что он считает женщин существами разумными. Но в большинстве случаев это не совсем верно. Они скорее псевдоразумны. Да, некоторые разумы у них есть, что позволяет им говорить, ходить, как-то себя обеспечивать и так далее. Но вот какие-то важные и не очень решения в своей жизни они принимают на уровне эмоций, а точнее первобытных инстинктов, голосом которых являются эмоции. И сейчас эти инстинкты у современных женщин в так называемых развитых странах практически никак не подавляются и даже наоборот поощряются. И основная причина всех женских несчастий в том, что времена сильно изменились, а инстинкты остались все теми же, первобытными. Настоятельно рекомендую почитать на досуге учебник Олега Новоселова. Эта книга отлично прочищает мозги от различных заблуждений и прекрасно объясняет, почему же в абсолютно большинстве случаев в своих несчастьях виновата женщина. Нам тут на серьезных щах предлагают почитать учебник Новоселова. Новоселова! Вот, что-нибудь из этого посмотрите. Или напишите в комментариях, если хотите разбор на этот кусок текста от меня. Пожалуй, на сегодня хватит. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если хотите поддержать меня, то по ссылке в описании можете найти мою страничку Бусти, я буду очень вам благодарен. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня, и до встречи.